Уже два месяца в составе МСЧ Десногорска работает новое отделение. В нем оказались те, кто не смог уберечься от коронавируса и те, для кого борьба с заразой – долг и миссия. Набыт пациентов и врачей грязной зоны Десногорской больницы удалось взглянуть нашей съемочной группе. Одним из фронтов борьбы с эпидемией COVID-19 в Смоленской области стала медсанчасть номер 135 Десногорска. Медучреждение включилось в противостояние вирусу с 7 апреля. С того дня персонал отделения по лечению больных с COVID-19 начинают каждую свою смену с обязательного ритуала. При посещении грязной, а вернее говорить, красной зоны медозащиты максимальны. В специальной комнате одевают защитный костюм, респиратор, маски и последний штрих – защитные очки. Коронавирус передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Поэтому такой костюм – обязательное условие безопасности. Он закрывает дыхательные пути, слизистый глаз и кожный покров. При соблюдении такого дресс-кода можно отправляться к пациентам. После прохождения в красную зону обратного выхода через эти самые двери уже нет. Возвращение будет только через специальный шлюз. Путь до того самого шлюза у медработника занимает 12 часов. Столько здесь делится смена персонала, которая начинается с обхода пациентов. У нас палаты все на двоих. У каждой кровати подведен кислород. Имеется возможность для непрерывной ингаляции кислорода. Все палаты оборудованы кислородам. Инфекционный госпиталь размещен в бывшем родильном отделении, которое, переехав в другое помещение, уступило медицинское оборудование, операционный, родильный зал и палаты для размещения больных. Сюда попадают те, у кого подозревают или уже подтвердили COVID-19. Всего 15 палат для пациентов средней тяжести и интенсивной терапии. Главное отличие посредних – техническое оснащение. Благодаря этому состояние пациента находится под контролем не только врачей. Вот аппарат искусственной вентиляции. Мониторы в каждой кровати. Электроотсоции. Вся техника новая, вся приобретена для работы именно в условиях этого отделения. В отделении по лечению больных с COVID-19 работает 8 врачей и 10 медсестер, поддерживая функционирование госпиталя 24 часа 7 дней в неделю. Каждый сотрудник на передовой борьбы со смертельным вирусом, условием победы в которой становится в том числе философское отношение к своей героической миссии. Мы те же самые солдаты. С одной только приставки медицинской службы. И в руках у нас оружие. Это лекарство, врачебная интуиция, наше сострадание. Покидают поле боя медики через санпропуск. Здесь снимают загрязненную спецодежду и принимают душ. Помещение организовано по шлюзовому принципу. Если открыта дверь на вход в этот отсек, то вторая дверь на выход из него в чистую зону обязательно закрыта. Это позволяет исключить движение воздуха между помещениями и распространение коронавирусной инфекции по госпиталю. Сколько еще придется работать врачам в таком особом режиме, наверное, не скажет никто. По ежедневным сводкам очевидно, опасность коронавируса в Смоленской области и в Десногорске в частности все еще значительно. Но помочь себе и врачам несложно. Следует продолжать соблюдать меры личной безопасности и не игнорировать рекомендации специалистов. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ